Сергей Грабский, военно-эксперт, к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Приветствую вас. Итак, Сергей, мы поговорим о последних ударах, которые были произведены Россией по Киеву. Баллистические, которые ракеты летели в Циркон, как уже стало известно, именно по Киеву. Такая вот немного странная тактика, что ли, России, поскольку наносили удары не из Брянской области, например, от которой до Киева намного ближе, а из Крыма аж. То есть вот такой вот неожиданный момент. Мы привыкли, что из Крыма, если летит баллистика, она летит в основном на южные регионы, а тут вдруг сразу по Крыму. Как вы считаете, насколько это был такой момент неожиданности? И вот что за такая попытка россиян, может быть, застать врасплох? Очевидно, я не знаю, на что они рассчитывали. Добрый вечер. Друзья, первое, это не была неожиданность, потому что о подготовке и некой суете на боевых позициях пусковых установок «Оникс», вернее «Бастион», который запускает в том числе эти ракеты, было известно примерно уже в 9.15. Да, было непонятно, куда эти ракеты полетят, но, в общем-то, когда они пошли, стало ясно направление движения. И опять же, возвращаясь к тому, насколько это не было неожиданностью, эти ракеты были перехвачены, избиты. Представьте себе мгновенную реакцию украинских сил противовоздушной обороны, которые среагировали менее чем за 5 минут. Навели ракеты на цель и уничтожили объекты. Да, они упали, они причинили разрушение, но последствия могли быть гораздо более страшными. Почему это случилось именно на Киевском управлении? Давайте вспомним 7 февраля. 7 февраля противник точно так же запускал ракету «Циркон» по Киеву. Хотя изначально эта ракета является ракетой типа противокорабельных ракет, но они являются достаточно скоростными. И здесь мы имеем дело, в связи с тем, что запускалось всего две ракеты, я бы сказал так, как это цинично не звучит, но все-таки я бы сказал, что мы имеем дело с эксплуатационным использованием этих ракет в рамках комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Простите, это военное определение, но так звучит. То есть противник на Киеве тестирует эти ракеты, то есть они сделали первый пуск, сейчас они делают второй пуск, то есть они смотрят на реакцию, что нужно усовершенствовать и так далее и тому подобное. В общем-то ничего нового здесь нет, это война и нужно быть готовым ко всему. Поэтому нам с вами, живущим в Украине, уже давно пора перестать удивляться и принимать войну как данность, как это печально не звучит, и быть готовыми мгновенно реагировать на сигналы воздушных. Сергей, ну вот еще ближе к вечеру опять-таки в тот же день нанесли опять-таки с Крыма баллистикой удар уже по Полтавской области, по Одессе. На ваш взгляд, это тоже была попытка тестирования что ли по другим регионам, уже по Киеву проверили, ну вот если выражаться таким образом, да, испытали, теперь вот по другим регионам, это тоже была такая вот проверка? Ну вы знаете, что касается Одессы, здесь противник следует своему установленному плану, а именно уничтожение объектов критической инфраструктуры, объектов портовой инфраструктуры Одессы, попытки нанесения ударов именно по военным объектам на территории Одессы. Что касается Полтавы, здесь не готов ответить, потому что не имею конкретных данных о типе ракет, который был использован для нанесения удара по Полтаве. Но можем предположить, что они тестируют так называемые запасные возможности, откуда можно произведить запуски ракет. Хотя в данном случае Крым, ну вряд ли будет являться таким приоритетным источником нанесения ударов, или зоной нанесения ударов, потому что, в общем-то, Крым находится под неусыпным контролем украинских сил обороны, и они наносят достаточно регулярные удары по различным объектам на территории полуострова. Что, кстати, уже привело к таким достаточно серьезным последствиям, а именно, я уже не могу, честно говоря, вспомнить, когда производились удары ракетами «Калибр», потому что снаряжение этими ракетами осуществляется в Севастополе, то есть в городе, украинском городе, который находится под огневым контролем украинских сил обороны. Вот, чтобы закрыть тему по этим «Цирконам», хотелось бы уточнить, вот «Циркон», он все-таки, хоть вы и сказали, что они тестируют его, но он, тем не менее, уже России принят на вооружение, причем совершенно недавно, по-моему, год назад или что-то вот около этого, и, естественно, как оружие аналогов, которому нет. Вот, ну, как так получается, что вот в том же случае с Киевом две вот эти вот суперсовременные ракеты были сбиты ракетами из установки «Патриот», которая была принята на вооружение там в конце, ну, в районе 80-х годов, ну, мы не знаем там, какой пак точно используется в данном случае, ну, не суть, но все равно она была принята там в 80-х годах. Получается, что вот даже такая вот разница, грубо говоря, в возрасте, она совершенно не влияет. Ну, или Россия, как всегда, преувеличивает свои вот эти вот супертехнические военные возможности? Вы знаете, тут нужно понимать следующее, что все оружие, которое создается в современной России, имеет философию производства, рожденную еще в годы Холодной войны. То есть, по сути своей, несмотря на то, что там на борту этой ракеты пишется год выпуска, допустим, 2022 или 2023, по сути своей, они являются репликами тех старых советских разработок, которые имели место быть еще в 70-х годах, в начале 80-х. Поэтому, в общем-то, и Патриот, и эти ракеты являются одногодками. Да, возможно, есть некоторое усовершенствование этих ракет, но, в общем-то, и Патриот стоит на месте, и мы видим, что технологии 21 века уже активно имплементируются в эту систему, я имею в виду систему Патриот. Что нельзя сказать о российских ракетах, которые все-таки остаются по сути своей порождением Холодной войны, то есть, такими же старыми, собственно, ракетами, но произведенными уже в новое время. Ну, это, знаете, это примерно как знаменитый ВАЗ-2107, который начал свое производство, если я не ошибаюсь, в середине 80-х годов. И можно ли назвать машину, выпущенную, допустим, в 2016 году, а новой относительно того, какие машины производятся на Западе. То есть, насколько изменились технологии по сравнению с ВАЗ-2107. Ну, никак. Поэтому здесь ситуация примерно такая же. Да, естественно, Россия должна использовать еще и применять свои пропагандистские приемы, заявляя, что аналогов нет и так далее и тому подобное. Но факты говорят о противоположном. Мы видим, как успешно системы Патриот, западные системы, достаточно современные, которые постоянно модернизируются, могут противодействовать данному виду ракет. Сергей, если вот учитывать, сколько дней подряд Россия совершает очень массированные атаки по Украине, что стало вот этим катализатором? Здесь, я подразумеваю, или действия повстанцев в Белгородской области, или удары вооруженными силами Украины по российским НПЗ. Или все же это все планировалось, и копились ракеты, и продумывались следующие цели? Ну, знаете, исходя из того количества ракет, которые были запущены, а именно порядка около 200, если учитывать ракеты последнего дня, последних двух дней, то, безусловно, речь идет о планомерной подготовке к нанесению таких ударов. Такую массированную атаку нельзя спланировать за два-три дня, нельзя как бы рассматривать как реакцию на некое событие, которое произошло недавно. Это немножко неправильный подход, потому что подготовка к таким ударам требует достаточно большое время на подготовку, тестирование, проверку системы управления, проверку каждого изделия, то есть ракеты, и нанесение ударов. Поэтому это абсолютно циничный, предварительно продуманный, разработанный и спланированный террористический акт против Украины. И соотносить его как немедленную реакцию на действия повстанцев, антикремлевских повстанцев на территории того субъекта международного права, который сегодня называется Российской Федерацией, или вследствие нанесения ударов по НПЗ. Кстати, мы пока подавили, к сожалению, к большому сожалению, только 13% перерабатывающих мощности нефтяной промышленности Российской Федерации. Никоим образом нельзя. То есть следует понимать, что мы находимся в состоянии войны, и Россия абсолютно целенаправленно и абсолютно сознательно наносит удары по этим объектам. В результате чего, давайте скажем откровенно, все энергогенерирующие предприятия Харькова были уничтожены. Сергей, вот есть информация о том, что во время последних атак Россия использовала ракеты, которые произвела уже в этом году. То есть оружие она использовала с колес. Говорит ли этот факт о том, что запас ракет иссяк или иссякает? Скажем так, этот факт говорит о том, что Россия будет способна наносить удары ракетами в небольшом количестве, относительно небольшом количестве, но постоянно. То есть Россия поняла, что такое понятие, как угроза ядерной войны, для нее отсутствует на сегодняшний день, и она может себе позволить роскошь использовать так называемый лимит атомной триады, то есть ракеты, которые, в общем-то, должны сохраняться и накапливаться для потенциального использования в качестве инструмента ядерного нападения в формате именно нашей войны. То есть то количество ракет, которые Россия производит, а это именно порядка сотни ракет в месяц различных модификаций, в общем-то, и было использовано. Это говорит о том, что такие атаки будут нечастыми, но они будут до тех пор, пока экономическая основа войны в Российской Федерации не будет подорвана. — 39 секунд пребывала в польском воздушном пространстве российская ракета во время позавчерашнего массированного удара по Украине. Такое происходит уже не впервые. Польша поднимала воздух истребителей F-16, которые, в принципе, при желании могли бы сбить эту ракету, но такого приказа не было. Не будет ли расценена такая вот такие действия, такая реакция Польши и вообще стран НАТО, именно как, возможно, Кремль на это и рассчитывает? Такую вот определенную слабость, нерешительность, ну, называются вот те красные линии, которые все боятся переходить. Вспомним, кстати, историю... — Да, история, кстати, была... Ну, явно уже много сейчас журналистов вспоминает. В 2015 году, когда ракета российская залетела нечаянно... — Это истребитель, да. — Истребитель, да. — Да, истребитель с территории Сирии попал на территорию Турции. Он был даже не 39 секунд там, но истребитель уничтожили в течение, возможно, 15 секунд. И тогда генсек НАТО официально поддержал Анкару. — Вы знаете, нужно понимать, что мы говорим о совершенно разных контекстах. Потому что в условиях активной фасы сирийского конфликта Турция была все-таки вовлеченной стороной, и она защищала интересы туркоманов. И таким образом она продемонстрировала свою решимость отстаивать эти интересы. Без последующей угрозы остальным странам-членам НАТО. На сегодняшний день ситуация кардинально иная. И, в принципе, такие действия от польской стороны есть абсолютно оправданными. Потому что давайте будем откровенны и зададим себе вопрос. Готовы ли сейчас, готовы ли левый и восточный фланг НАТО потенциально отражать нападение Российской Федерации? Ответ очевиден — нет. Ответ очевиден, потому что Российская Федерация может на сегодняшний день спокойно передислоцировать 100-200 тысяч войск на границу стран Балтии и угрожать нападениям этим странам. А давайте не забывать, на сегодняшний день это абсолютно открытые цифры. Суммарная численность войск стран Балтии всего-навсего 32 тысячи человек против 100-200 тысяч. Могут ли они выстоять? Вряд ли. Поэтому здесь речь идет не о реакции Польши, и как бы журналистам не хотелось, но все-таки рассматривать это в более широком контексте, а о консолидированной реакции стран-членов НАТО, которые, будем откровенны, на сегодняшний день не готовы к конфронтации с Российской Федерацией, которая может привести к возможному нападению на страны Балтии в частности, в том числе на Сувалский коридор. Кстати, это тоже Литва, и она сейчас под угрозой. Поэтому Польша взяла на себя, знаете, такую очень тяжелую ношу и ответственность не сбивать эти ракеты до тех пор, пока они непосредственно не угрожают объектам на территории Польши. Хотя, безусловно, для нас с вами была бы очень существенная такая поддержка, если бы эта ракета не развернулась и не улетела, а была сбита на территории Польши. Но Польша пока не готова, и страны-члены НАТО не готовы. Это не значит, что они не принимают отчаянные шаги, чтобы эта ситуация была переломлена, но не сегодня. В будущем я не имею никаких сомнений, и подтверждением моих слов является решение Вильнюсского саммита НАТО о разворачивании дополнительных группировок войск на территории восточного фланга НАТО, включая страны Балтии, Польшу, Румынию. И со временем эта группировка будет отражать провокативные действия Российской Федерации. А сейчас, я вполне понимаю реакцию польского военного руководства и политического руководства, которое, следуя согласованной политике союзников, не сбивает такие ракеты. К этому есть основания, как бы жаль нам не было осознавать этого. Вы знаете, Сергей, почему мы спрашиваем, потому что сегодня точно была встреча Радослава Сикорского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и они о чем-то договаривались. Возможно, тактика Польши будет изменена, или шансов мало? Безусловно, безусловно она будет изменена, но опять же, я повторюсь о том, о чем я сказал, что Польша сейчас, будучи членом НАТО и очень важным элементом на восточном фланге НАТО, давайте не забывать еще фактор Беларуси, который почему-то мы часто умалчиваем, а в Беларуси сейчас проводится активная проверка боевой готовности, и, о чудо, она почему-то проводится вблизи границ Польши и стран Балтии, что тоже является признаком угрозы национальной безопасности. Таким образом, встреча Радослава Сикорского с Йенсом Столтенбергом имеет очень большое значение, и в результате этой встречи, даже без соглашения его результатов, поверьте мне, будут приняты соответствующие решения, которые могут серьезно изменить реакцию Польши, консолидированную реакцию стран НАТО на те провокации, которые сейчас осуществляет Российская Федерация. У меня, например, нет никакого сомнения, что траектория полета этой ракеты была специально спланирована таким образом, чтобы она залетела на территорию Польши, чтобы проверить реакцию соответствующих оборонных структур Республики Польши. — Скажите, а у России есть техническая возможность отследить, где именно, чем именно была сбита вот эта вот ее ракета? То есть, либо это была, например, украинская система ПВО, либо это была ракета «Воздух-воздух» от F-16, которая на территории Польши, например? — Да, безусловно. Не забывайте, что есть фактор Белоруссии, и на территории Белоруссии находятся соответствующие средства дальнего радиолокационного обнаружения Российской Федерации, которые могут отследить все, что происходит на территории Польши, но как минимум на приграничной полосе. — Сергей, сейчас Россия очень активно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. И Украина этого очень опасалась зимой, но происходит это сейчас. Как думаете, почему? — Ну, это понятно, потому что на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что Украина уже задекларировала свое решение о наращивании военного производства. А основой военного производства является энергообеспеченность предприятий. И наносить удары по зимним позициям, имея, как у вас на иллюстрации, генераторы практически в каждой локации, имея уже подготовленное население, не будет иметь того эффекта, который оно может иметь сейчас. С началом года мы продолжаем развертывание нашего военного потенциала, и поэтому противник делает все возможное, чтобы нанести наиболее болезненные удары, для того чтобы минимизировать возможность промышленного использования электроэнергии. И мы видим серьезные удары по Харькову, а не забываем, что Харьков — это достаточно важный элемент нашей военной промышленности. Мы видим серьезные удары по Запорожью, мы видим серьезные удары по западным областям Украины, в которых тоже находятся энергогенерирующие предприятия, в частности Ивано-Франковская область, которые обеспечивают потребности именно военной промышленности Украины. Поэтому эти удары являются абсолютно осознанными, четко спланированными и такими, которые рассчитаны на причинение максимального ущерба именно военной промышленности Украины в первую очередь. Сергей, давайте немного затронем тему фронта. Особенно интересует ситуация возле Часово-Яра. Можно ли вот этот участок сейчас назвать, наверное, самым таким опасным для вооруженных сил Украины с точки зрения того, что там сосредоточило свое давление сейчас больше всего российской армии? Да, безусловно. Мы говорим о потенциальной угрозе, об изменении оперативной ситуации в случае прорыва противника к Часово-Яру и захвате этого населенного пункта. Мы понимаем, что Часово-Яр по сути своей является последним таким крупным укрепленным населенным пунктом на дороге Константиновки. Дорога Константиновки и угроза Константиновки открывают противнику возможность атаковать нашу Краматорско-славянскую агломерацию, которая тоже является важным фурпостом не только в обороне Украины на Донецком направлении, но и важным объектом военной промышленности, где военное производство продолжается и сейчас. Поэтому, да, безусловно, мы можем говорить о том, что Часово-Яр является, и, в общем-то, как и весь солидарский выступ противника является достаточно угрожающим направлением на сегодняшний день. Потому что, как вы можете посмотреть, противник в случае продвижения в районе Часово-Яра будет двигаться в сторону Константиновки, что очевидно, а в случае возможного прорыва от Красной горы по направлению на север, на Привилля, он будет уже обозначать свои попытки движения непосредственно на Славянск. То есть попытка обойти Краматорск с двух сторон. Поэтому, да, мы говорим о очень сложной оперативной ситуации. Безусловно, в ближайшее время не следует панически рассматривать возможность прорыва к Краматорску или к Славянску, но нужно понимать, что после захвата Часово-Яра, потенциального захвата Часово-Яра, после перегруппировки сил и средств, противник может планировать проведение наступательных операций оперативного уровня по направлению на Краматорско-Славянскую агломерацию. А вот недавние удары вооруженных сил Украины по Крыму, насколько они оказались болезненными для оккупантов? В частности, найдено повреждение, ну, точных данных нету, сразу отрем БДК. Почему именно этот тип кораблей так важно украинцам уничтожить? Во-первых, потому что БДК и уничтоженные десантные возможности противника ликвидируют даже потенциально угрозу для Одессы. А если рассматривать это с стратегической точки зрения, то мы можем забыть о неких разговорах и об угрозе Одессы, в том числе со стороны Приднестровья. От слова совсем. Вот цена трех ракет или нескольких дронов, которые поразили три десантных корабля. Россия на сегодняшний день абсолютно не способна проводить какие-либо десантные операции против украинского побережья, лишившись практически большей половины своих десантных возможностей. Второе. Нужно понимать следующее, что Российская Федерация во избежание казусов и непредвиденных ситуаций на Крымском мосту осуществляет переброску дефицитных видов вооружения и боевой техники именно десантными кораблями, которые, в общем-то, для этого предназначены. И давайте вспомним, когда последний раз наносился удар калибрами по городам и селам Украины. Очень давно. Почему? Да потому что калибры собираются в Севастополе и в Балаклаве на Арсенале, приводятся в окончательно снаряженный вид и доставляются они туда именно десантными кораблями. Поэтому здесь мы решаем как минимум двоединую задачу нанесения ударов, которые ликвидируют возможности противника вести агрессивную войну как на море, так и в воздухе, запуская ракеты с морских площадок. Как раз перед общением с вами мы обсуждали тему вот этой чешской инициативы снарядов. Вот как раз вчера стало известно, что Исландия предоставит около 2 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках вот этой инициативы Чехии. Насколько вам известно, есть ли у вас информация, как продвигается вот эта инициатива в плане закупок этих снарядов, объемов и насколько эти объемы позволят утолить вот этот вот снарядный голод, который сейчас ощущает вооруженные силы Украины? Ну, друзья мои, я хочу открыть вам страшную тайну, что боеприпасов никогда не бывает достаточно, потому что в любом случае любой командир действует в условиях ограниченного объема и лимита боеприпасов. Поэтому, насколько он сможет утолить голод, да он не сможет утолить голод, потому что идет постоянная борьба и нам эти снаряды нужны постоянно. Что касается того, где, откуда, как и куда будут идти эти снаряды, это тайна за семью, если не за девятью или за двенадцатью замками, потому что, сами понимаете, третьи страны, которые поставляют боеприпасы через Чехию в Украину, они заинтересованы в сохранении конфиденциальности в этом вопросе. Почему это важно? Да потому что, давайте не забывать, что достаточно большой объем боеприпасов, которые передаются вследствие этой инициативы, инициативы Украине, это боеприпасы советской номенклатуры. То есть, они были поставлены России в третьи страны. И сейчас третьи страны, ну, простите за такое циничное сравнение, делают хороший гешефт, перепродавая российское и советское вооружение Украине за хорошие деньги, с гарантированной оплатой. Поэтому, безусловно, эти страны во избежание как бы и дисбаланса внутри своих стран, а мы видим этот дисбаланс, на примере стран Африки, как минимум, и других стран мира, пытаются сохранить инкогнито в плане передачи этих боеприпасов. Опять же, мы не можем исключить, что некоторые страны НАТО тоже заинтересованы в том, чтобы часть арсеналов, которые имеются у них и которые создаются у них, в частности, давайте будем говорить так, Болгария, Румыния, которые производят советскую номинкутуру боеприпасов, тоже не хотят как бы излишне активизировать эту тему во избежание внутренней дестабилизации в стране. Пример такой дестабилизации, попыток дестабилизации мы видим в Молдове. Румыния, как ближайшая соседка, тоже не хочет ухудшения ситуации на своих границах и тем более внутри страны. Поэтому эта тайна скрыта большим туманом войны и вряд ли она будет известна и раскрыта до окончания войны и, вероятнее всего, через некоторое время после окончания войны в соответствии с теми требованиями конфиденциальности, которые имеются и в НАТО, и в каждой отдельной стране. Сергей, у нас с вами одна минута остается, но насколько реальной перспективы Кремля набрать в ближайшее время 300 тысяч человек для, например, последующего наступления на Харьков? Ну, почему на Харьков сразу? Это первый вопрос. Во-вторых, о каком времени мы говорим? Средний темп набора людей в России составляет примерно 20 тысяч человек в месяц. То, что они сейчас могут себе позволить. С напряжением 30 тысяч человек в месяц. То есть речь идет о, как бы, если мы говорим о той фазе, которая сейчас есть, то есть рекрутирование новобранцев. Если речь идет о мобилизации, то 300 тысяч – это, в общем-то, тот потолок, который Россия может себе позволить, но для этого тоже нужно будет как минимум 3 месяца. Ну и третий вопрос. Могут ли они обеспечить этих новобранцев достаточным количеством вооружения, боевой техники и, самое главное, грамотных офицеров, которые будут командовать частями новосозданными? Это большой вопрос, и тут много сомнений. Поэтому Харьков пока может спать спокойно. Спасибо, Сергей. Сергей Грабский был с нами, военный эксперт. Мы обсуждали, в частности, темы ударов, последних ударов по Киеву, с использованием ракет-цирком, в частности, украинскими ударами по Крыму, ну и о возможностях России, в том числе, попытаться собрать определенное количество, мобилизировать определенное количество армии, для того, чтобы как-то попытаться изобразить, опять-таки, какое-то наступление на определенных территориях. Просто вот издание Верска говорило о том, что некий представитель из Минобороны России якобы рассказал, что вот там есть план такой, наступать на Харьков, собрать 300 тысяч солдат. Он сказал другое слово, но не суть важно. Ну вот, как вы нам объяснили, собственно, такие перспективы, на самом деле, очень и очень туманные. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.